МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Режиссером которой вы стали. Насколько я знаю, вы очень давно еще со школьной скамьи хотели снять свой фильм. Вот расскажите, все-таки мечта сбылась. Как оцениваете свою первую режиссерскую работу? С какими сложностями столкнулись или все прошло без сучка и задоринки? Ну, мечта сбылась, да, правильно говорите. Я давно этим занимаюсь, но желание мое... Ну, давно изучаю режиссуру и как-то там на площадках присутствую, да, где я являлся автором сценария и так далее. Почти разные курсы. Ну, вот много раз мне что-то предлагали чаще всего сниматься как актеру, ну, и чуть-чуть там режиссуру, да. Но, слава богу, я отказывался, потому что вот этот фильм, мне кажется, получился достойным. И, ну, как-то все равно дебют. О себе тяжело очень, говорит. Я хочу, чтобы зрители сами пошли и сделали вывод, получилось у меня или нет, да. Да, я вот объехал сейчас там буквально 12 городов с предпремьерными показами, да. Люди вроде довольны, вроде хлопают в конце, да. Выходят, говорят спасибо, и это очень приятно. Поэтому, не знаю, для меня это очень ответственная была работа тяжелая. И, ну, вот, трудолюбивое ее дело. Но я был не один, со мной были большие профессионалы, это съемочная группа и наши редактора. Что самым сложным было для вас, как для начинающего все-таки режиссера? Да не знаю, ну, решиться, это же, ну, тяжело, наверное. Ну, все обычно, ну, люди у нас предвзято относятся и сразу, да кто ты такой и так далее. Вот, ну, и еще заставлять, чтобы люди, там, есть кадр, когда стреляют, чтобы в Светлакова стреляли. Тоже тяжело было заставить людей настоящими пулями из пинтбольных шариков. Расскажите, пожалуйста, какая зародилась идея сценария фильма «Жених», что послужило такой отправной точкой? Ну, однажды на штурме кто-то, мы привлекали разных авторов, хотели, ну, нанять кого-то, чтобы самим не писать сценарий, потому что мы с Сергеем пишем где-то год-полтора один сценарий, и это тяжело очень, да, и хочется, чтобы кто-то был, кто может быстрее это делать вперед нас. И вот какие-то приходили ребята на собеседование, кто-то сказал, что вот в мае есть много веселого. Мы говорим, о, да, давайте напишем что-нибудь про майские праздники, да, что там, когда человек, костер падает и так далее. Но что-то не получалось, и потом уже буквально через 2-3 месяца мы вдруг придумали, а что будет, если немец приедет на 9 мая, и сразу как-то придумалась история, что он должен приехать жениться, должен появиться бывший муж этой девушки, и вот они вдвоем сойдутся, спустя 70 лет, русские немец в битве, только в этот раз за любовь. 9 мая, а почему вдруг такой праздник и комедия? Ну вот просто как-то, да, это было тяжело, мы переживали, как бы, ну, 9 мая все-таки довольно такая, ну, вообще 9 мая праздничная дата, да, но сейчас вся тема войны, она такая, ну, нисколько не комедия, вот. Но, ну, хотя и во время войны люди тоже веселились, да, и там приезжали к ним разные комики, но мы как-то обошли это все стороной, мы взяли просто самый, ну, вот, немножко конфликт, что человек из Германии, и тут приехал в Россию на 9 мая. То есть там у нас буквально 2-3 шутки, все наши шутки совершенно там не об этом, и мы с уважением относимся к ветеранам, и к нашей истории, нашей страны, да, к нашим, да, там, ну, я уверен, что мы никого не обидим, и надеюсь, что мы никого не обидим, потому что все там, там нет обидных каких-то шуток, да. Александр, в вашем фильме играют не только профессиональные актеры, очень много дебютантов. Как часто вам, как режиссеру, приходилось им говорить на площадке «не верю» и как заставляли актеров выдавать настоящие неподдельные эмоции? Наши все, как сказать, молодые, что ли, актеры, да, ребята, которые дебютировали, они все прекрасно справились, мы очень много репетировали, мы репетировали в том числе, и я репетировал, мы ставили камеры, снимали, я это монтировал все. За 10 дней до начала съемок еще уезжали, помимо, там у нас были авторские читки, я ребят заставлял ходить в доме, обживаться, придумывать себе предысторию, то есть они все, в принципе, справились, они действительно работали как актеры, они работали каждый день своим образом, спрашивали что-то, мы там что-то со Светлаковым домысливали, доделывали. Вы были строгим режиссером? Да я не знаю, я откуда знаю, там все так было, знаете, очень быстро и стремительно, что вообще оценить какое-то, что происходит, не представлялось возможным. Вот я читала накануне интервью Сергея Светлаков, как раз он сказал, что вы делали такие подставы на съемочной площадке, почему я спросила, говорили часто не верю, как заставляли, потому что к обстрелу с вертолета, я говорю, что были совсем не готовые актеры, что это было такое некое подставы, скажем так, чтобы спровоцировать на них эмоции. Да, по сюжету сцены прилетают бизнесмены с вертолетов, и стреляют наших героев из спинтбольных ружей. Изначально планируют, что мы нарисуем эти шарики попадания, но это очень сложно нарисуется и неправдоподобно получается. Ну и что-то сцены не получалось. И я, да, на крайний дубль попросил зарядить настоящими и пострелять. Ну, ребята молодцы, они как бы удивились, но отыграли, эмоции боли на их лице были настоящими, потому что и так-то синяки бывают остаются, они были без всяких защитных костюмов и так далее. Но они не знали об этом, да. Они доиграли до конца сцену, когда я сказал, все, стоп, снято, уже начался мат сильный. Но они меня простили. Я так понимаю, что снимали не только на профессиональные видеокамеры, использовали мобильные телефоны, квадрокоптеры и GoPro. Для чего этот прием был нужен? Почему так? Ну, не знаю, сейчас технологии настолько развиваются, столько много всяких классных камер, поэтому мы на них тоже снимали. На телефон, в принципе, люди сейчас постоянно все снимают на телефон. У нас тонны видео у каждого в телефонах. Логично было, что немец, приехавший в Россию, будет все снимать и фотографировать. Этот материал вошел как бы в фильм, потому что телефоны сейчас очень классно снимают. Ну и квадрокоптер просто нам не хватило денег на кран. Но на самом деле просто, ну, мне нравится механика этой съемки и как она себя ведет совершенно по-другому. Поэтому мы не гнушались разными девайсами. Но в основном все снято, конечно, на профессиональной камере. Перед началом фильма вы сказали о том, что очень много снимается комедий в нашей стране, и они, большинство из них, они не смешные, нужно признать, что так оно и есть. Как удалось сделать комедию смешной? Есть люди, которые в нашей стране, бывают производят за полтора месяца фильм или за два, понимаете? А это невозможно. Ни в одной стране мира никто не пишет так быстро сценарии, да? Ну, то есть бывают исключения, когда там Тарантино за неделю написал «Бешеных псов», но он год про них думал, понимаете? Поэтому наши комедии, они часто очень клепают. «Ой, возьмем известного актера из Comedy Club и соберем деньги на первую неделю». Вот так и делаются комедии. Приходят люди, потом все люди говорят, что это очень плохо и уходят. И эти комедии, они падают, падают. Они и деньги-то не зарабатывают. Я не знаю, зачем они это делают. Надеются, что ли, на чудо. И рынок убивают, потому что зритель просто не верит. Я хотел бы, чтобы нам он поверил, потому что я-то ни разу не обманывал зрителя. Вот придите, сделайте сами вывод, посмотрите, потому что мы очень много работали над этим. Прям много. То есть два года. Это самая качественная вещь, которую я делал в своей жизни. И самая смешная, как мне кажется. Ну и сейчас Светлаков тоже так говорит про этот фильм. Поэтому... В Саратове уже прошел предпоказ вашего фильма. Я думаю, что зрителям он понравился, потому что на протяжении всего фильма смех в зале не смолкал. Да, я считал, каждые 30-40 секунд тот смеялся. Расскажите, вы ждете ли продолжения или какой-то другой, может быть, совсем фильм вы планируете? Все зависит от того, как люди, наши зрители, уважаемые, с 15 сентября во всех кинотеатрах проголосуют или нет за нас своим рублем. Если фильм, так скажем, посетит много зрителей, то, безусловно, возможно продолжение. Притом, если мы напишем смешной сценарий. То есть, если мы будем писать, не знаю, полгода, потом мы почитаем, если все в него поверим, мы и продюсеры наши, то окей, будет продолжение. Если не поверим, будем писать другой сценарий. Идей много, но опять же, все зависит от зрителей. Если им не понравится мое творчество, то я наверняка все равно еще одну или две вещи сниму. Если уж совсем не понравится, я, наверное, больше и не буду. Хотя у нас в стране многим режиссерам говорят, не надо снимать, а они снимают. Но с 15 сентября во всех кинотеатрах как люди отреагируют, так и мы будем себя дальше вести. Я прошу вас к концу обратиться к жителям нашего города, которые сегодня пришли, которые придут еще на фильм. Среди них очень много поклонников, среди наших телезрителей. Может быть, вы что-то им скажете? Может быть, какие-то пожелания у вас есть? Друзья мои, уважаемые жители Саратова и еще других городов, которые сейчас в Саратове смотрят меня по телевизору или интернету, хочется пожелать вам счастья, любви. У нас в фильме снялась ваша землячка Эльвира Т. Точнее, снялась своим голосом. А песня Эльвира Т. вошла в саундтрек к нашему фильму, который с 15 сентября стартует во всех кинотеатрах. Надеюсь, что мы подарим вам хорошее настроение во время фильма и после него вы уйдете, не расстроившись, и вам будет хорошо на душе. Любите друг друга, любите детей, все будет классно. И погода тоже будет хорошая. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам большое. Успехов вам в работе и новых кинопремьер. На этом мы программа «Эксклюзив». И я, Анастасия Куклева, с вами прощаемся. До новых встреч на телеканале «Саратов-24».